Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с кириллической азбукой. Тема нашего сегодняшнего урока – рассмотрение второй троицы букв. Глаголи ДОБРО ЕСТЬ Эти три буквы также составляют краткую поэтическую строчку проповеди святого Кирилла, оставленного как завещание нам, славянам. Первая буква среди этих трёх букв – буква, которая называется ГЛАГОЛЬ. Эта буква обозначает цифру три. И мы знаем, что нам надо также написать, как она произносится в современном русском языке. А как она произносится? Подумаем. Давайте вспомним, как произносится буква-глаголь в Москве. Она произносится твёрдо. Это взрывное г-горох, например, огород, г-де, гусь, глаза. Как она произносится в южных областях Великороссии? Заедем, например, с вами в Рязанскую область. И что ж мы услышим? У нас в Рязани грибы за глазами. Их ядять, они глядять. Их беруть, они бягуть. Там г-е произносится уже мягко. И такое г-е называется невзрывным, а щелевым. Но поедем ещё дальше на юг, на Украину, и мы услышим «гарвус» и другое произношение, которое говорит о том, что это г-е очень широкое, почти глухое на слух, очень открытое. Как же нам произносить? Как нам велит церковно-славянский язык? А вот Великий Ломоносов попробовал ответить на этот вопрос, во всяком случае поставил его, ещё в XVIII веке. Он написал стихотворение «Бугристы берега», где собрал в нескольких страфах этого стихотворения большое количество слов на г-е. И задал вопрос. Скажите, где быть г-а, а где глаголю? То есть где произносить так, как, например, на Украине или на юге России, и где произносить так, как это произносят на севере России или в Москве? Произносите так, как свойственно вашему родному наречию. Церковно-славянский язык не сковывает свободы произношения. Теперь мы переходим к значению буквы «глаголь». Глаголь – это повелительное наклонение. Говори, но говори дело, а не разглагольствуй. Не выходи из глаголя, не выходи из высокого смысла. Есть такая пословица у русских. Сказано – сделано. То есть говори такое слово, которое связано с делом. Слово «глаголь» происходит от существительного «глагол». Какое значение у слова «глагол» в современном нашем языке? Мы знаем, это часть речи, которая обозначает действие. Но значение сужено. Если мы обратимся к словарю Владимира Даля, к живому толковому словарю великорусского языка, то мы увидим, что он такое значение слова «глагол» даёт. Глагол, слово, речь, выражение – вообще разумный язык человека. В церковно-славянском языке слово «глагол» обозначает неразрывно и слово, и действие. Когда Господь Иисус Христос проповедовал, то Он говорил неслыханные вещи, и не все это смогли понести и понять. И многие ученики, как сказано в Евангелии, отошли от Него, не выдержав высоты учения. И тогда Господь Иисус Христос обратился к оставшимся двенадцати будущим апостолам. Он спросил их, может быть, и вы хочете идти? Может быть, и вы уйдёте? И сказал ему в ответ Симон Петр. Отвеща оба ему, Симон Петр, Господи, кому идем? Куда же мы пойдем, Господи? Глаголы живота вечного и маши. У тебя же глаголы вечной жизни. Что значит глаголы? Какие были у Господа Иисуса Христа глаголы? Это было Его слово евангельское. Это был образец Его поведения. То есть слово у Него было неразрывно связано с Его делом. Образ Бодах вам сказал он сам о себе. Он нам показал образец безгрешного поведения человека в этом мире. То есть глагол – это слово и дело тесно и неразрывно связанные. Итак, по смыслу глаголь – это значит призывай к добрым делам, учи людей, исповедуй учения, и сам показывай образцы доброделания. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, и лучше его никто не скажет, глаголом жги сердца людей. Первосмысл, этимон, слово-глаголь. Как выглядел корень в глубокой-глубокой древности? Это устанавливают ученые. Они устанавливают, что слово-глагол имело два корня, одинаково звучащих. Гол, гол. И вот первый корень изменился в ла. Получился глагол. Возникло слово с неполногласием. Сочетание ла – неполногласное, а сочетание оло – полногласное. Голова. А полногласие – восточнославянское или русское. Голова. Глад. Голод. Хлад. Холод. Глаз. Голос. И мы должны бы ждать соответствия слову глагол в виде полногласного восточнославянского сочетания голо-гол. И мы действительно его находим и в некоторых говорах. Владимир Даль так пишет в своем словаре. Но она мне и нагологолила. Голо-гол. Следовательно, родственное глаголу слово. У этого слова и у самой формы гол есть глухой вариант – кол. Сравните английское. Кол – звать, призывать. А если мы с вами два раза повторим этот корень так же, как гол-гол, а в середине вставим соединяющий их звук О, то что у нас получится? Ко-ло-кол. Итак, глагол – это есть колокол, это благовест, это призыв к действию. Следовательно, зови глаголь, зови и призывай к доброделанию так, чтобы твое слово звучало, как колокол на башне вечевой в одни торжеств и бед народных. Слова на глаголь в церковном словаре. Составим коротенький рассказ из главных слов на глаголь. Господь сотворил человека главою всего мира. Но грехом человек впал в погибель. И воззвал человека к Господу, возвысил он глаз смоления своего к Господу о спасении. И услышал Господь, и взошел на Голгофу, и спас нас крестным подвигом, и открыл Господь для нас град небесный, горний Иерусалим, и возвел нас всех к горе. И призывает нас апостол горнее мудрство идти, а не земная. Апостол Павел, послание Колосиным, глава третья, стих второй. Задание к уроку. 1. Сравните значение слов «гад» и «гордый» в церковно-славянском и в современном русском языках, для чего воспользуйтесь словарями Владимира Даля и современного русского языка. 2. Какой смысл вложен в призыв священника «Горе имеем сердца»? На этом наш урок завершен. Храни всех Господь!